о своих земных деяниях. Каждого верующего ни на секунду не отпускает мысль о том, что главная цель жизни – своими делами обрести благоволение Господа. Возможность увидеть эти священные благословенные земли, где зародилось вероучение ислама и откуда оно стало распространяться по миру, где Всевышний Аллах ниспослал откровения Корана, где пророк Мухаммад и его сподвижники мужественно перенесли столь тяжелые испытания и установили господство божественной морали. Это в высшей степени волнующе, воодушевляюще. Миллионы мусульман разной этнической и культурной принадлежности, собравшиеся со всего мира, встречаются вместе и сплачиваются в единой цели. Хадж дает каждому человеку реальную возможность укрепить в себе достойнейшие благодетели – терпение и выдержку, упование на Господа, взаимопомощь, духовную зрелость, любовь к ближнему и сострадание. А когда вы сойдете с Сарафата, то поминайте Аллаха на заповедном месте и славьте имя Его, что Он вывел вас на прямой путь, хотя до этого вы были из заблуждающихся. Потом двигайтесь там же, где толпою двинулись люди, и просите у Аллаха прощения. Поистине Аллах прощающий, милосердный. И когда завершите обряд хаджа, поминайте Аллаха так же, как вы прежде во время невежества поминали отцов и поминайте Его с еще большим рвением и силой. Хадж глазами европейцев Особенность Каабы, каждый год собирающей возле себя миллионы людей, сплоченных в этом священном месте ради единой цели, всегда вызывала большой интерес европейцев. Это поразительное социальное явление пробудило интерес многих людей к исламу. Очень большое число европейцев, начав изучать ислам и стремясь познать феномен этой религии, позднее сами принимали ислам и становились мусульманами. Так, например, произошло с Мишелем Вольфе, который принял ислам, несмотря на то, что он вырос в обществе совершенно далеком от моральных принципов ислама. В его семье также никто не знал об исламе. Его мать была христианкой, а отец – иудеем. Мишель говорит, «Хадж – это великая возможность для того, кто смог приехать в Мекку и выдержал этот путь. Возможность вернуться к сути своей души. Возможность вспомнить о том, что мы должны быть благодарны Творцу за все, что окружает нас – воздух, воду, еду, и все, что мы видим в природе, все, что поддерживает в нас жизнь. И видеть вокруг себя два миллиона человек, единых с тобой в этом убеждении – это невероятно. Потрясающее чувство. Еще одна мусульманка из Америки – Фиделма О. Лиари, профессора нейрологии из университета Сан-Эдвардс, штат Техас, Синьон, штат Америки. Она выросла в ревностно-католической семье, но уже в зрелом возрасте избрала для себя вероучение и мораль ислама и отправилась в хадж для того, чтобы лучше осознать дух и суть своей веры. Фиделма рассказывает, что, приехав в совершенно неизвестный для нее мир, она за очень короткое время стала ощущать свое родство и теснейшее единство с людьми, которых она видит впервые, говорящих на разных языках, прибывших из различных культур, но именно вместе с ними она ощутила, как ее вера в Аллака и ее искреннее устремление познать Бога стало еще глубже и осознанней. Рассказывая об одном диалоге с мусульманином, с которым она говорила во время хаджа, она рассказывает, какое чувство радости и гордости переполняло ее. Один африканец огромного роста подошел, чтобы помочь мне найти место, и когда он нашел мне свободное место, я была очень счастлива. Он посмотрел на меня и спросил, ты американка? Да, ответила я. Он спросил, ты мусульманка? И когда я сказала да, он произнес, «Эльхамдуэля, хвала Аллаху». И действительно, его слова глубоко воодушевили мою душу и веру. Фиделма Оляари так рассказывает о поразительном чувстве единства и сплоченности, которое рождает Кааба и сам хадж в сердцах всех верующих, собравшихся в Мекке. Все расы, все нации, все люди поклоняются единому Аллаху в одном месте, обращая свои взоры в одну сторону. Это должна быть очень сильная и искренняя вера. ВОЗЗВАНИЕ КО ВСЕМ МУСУЛЬМАНЫМ Мекка, о которой в Коране сообщается, как о матери городов, и благословенная обитель Каабы. Эти священные места на протяжении всей истории ислама собирали возле себя мусульман со всего мира. И сегодня эти места сохраняют свой священный и благодатный статус. Поразительное единство всех верующих, которые каждый год совершают поклонение, собираясь в Каабе, является величайшим источником воодушевления и радости для всех верующих. Потому что миллионы мусульман во всем мире веруют в единого Господа, Аллаха, следуют повелениям ниспосланного им Писания, Корана, следуя примеру, сунни пророка Мухаммада обращают свои взоры в одну сторону, в сторону Киблы во время совершения намаза, и веруют в то, что в иной вечной жизни им будет дарована милость и прекрасное воздаяние от Господа. Для всех мусульман Аллах един, едина и книга, которой они следуют, и пророки, и Кибла, в сторону которой они обращаются во время молитвы. Даже если они разной расовой принадлежности, говорят на разных языках и являются гражданами разных стран, и исповедуют различные масхабы, все мусульмане прежде всего братья труду. Мусульмане должны стремиться каждую минуту своей жизни помнить о чувстве благонамеренности, братской взаимопомощи и единства, скромности и стремления помочь ближнему, который они переживают во время ханжа, стремиться развивать в себе эти чувства каждый день жизни ради служения милости Господа и с искренним стремлением приближаться к Аллаху через служение Ему и познание Его заповедей. По воле Всевышнего исламский мир ждет достойнейшее и светлое будущее. И для установления этого светлого будущего периода очень важно укрепление духа братства, единства и взаимопомощи мусульман, ибо это является сутью вероучения ислама. Пророк Мухаммад показал всем мусульманам, какому пути должны следовать мусульмане. Я оставляю вам две вещи, и если вы будете крепко держаться за них, то никогда не окажетесь на дурном пути и никогда не окажетесь заблудшими. Это Коран и моя Сунна. Нам же надлежит следовать этому пути и никогда не забывать об этом повелении Господа. Держитесь крепко за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь, и помните милость Аллаха вам, когда вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы стали, по Его милости, братьями. Вы были уже на краю пропасти огня, и Он спас вас оттуда. Так разъясняет вам Аллах свои знамения. И, может быть, вы пойдете прямым путем. О Господь наш! Я поселил из моего потомства в долине, не имеющей злаков. У Твоего дома священного. Господи наш! Пусть они выстаивают молитву праведно, и расположи к ним сердца людей, и надели их плодами, чтобы они могли быть благодарны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok